Для детей это тоже ситуация, соответственно, новая. И если даже мы, взрослые, сейчас сталкиваемся с тем, что мы в легкой растерянности, да, и мы только-только садаптировались к тому, как жить в условиях карантина, то наши дети — это еще большая группа риска, которым мы, как родители, просто обязаны помочь. В силу того, что наши дети, они еще не могут фильтровать, да, контент, поступающий к ним информацией, то есть они не могут четко, скажем, дифференцировать, четко различать, где фейковая информация, да, где нужная для них информация. И вот этот контент, полезный для своих детей, для их развития, должны формировать, конечно же, родители, потому что сейчас очень большой поток информации идет со всех сторон. И очень важно, чтобы дети, школьники, подростки провели, для того, чтобы они провели вот это вот время с пользой, очень важно, чтобы родители подбирали правильный контент для развития ребенка с учетом интересов самого ребенка. Наше общество сейчас предлагает очень много вариантов, да, решения вот этой ситуации. И что уж говорить, если наша школьная программа перешла на онлайн-обучение, то всякие разные кружки, они очень быстро садаптировались, и сейчас можно пройти большое количество онлайн-курсов для развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова